Коллеги, мы начинаем. Сегодня мы вам презентуем наш новый проект Digital Village Vertical, и в частности первый корпус U&I Romada by Vertical, где мы сейчас находимся. Позже мы посмотрим наши номера, расскажем про условия для ваших клиентов. А презентацию начнет президент компании Becar Asset Management Александр Олегович Шарапов. Спасибо, 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 спасибо. В непростые времена встречаемся, коллеги. Для нас, участников рынка недвижимости, крайне важно понимать, а что завтра, собственно говоря, будет с рынком. Я сначала немножко об этом, в своих размышлениях дам. Дальше уже о проекте. Смотрите, во всех хранических религиях мира, как-то так сложилось тысячелетиями, что мы с человеком, с близким прощаемся 40 дней. Через 40 дней поминки, и мы начинаем жить новой жизнью. Также происходит, это психическое понимание того, что жизнь мощно изменилась. В течение этих 40 дней, понятно, никаких инвестиций люди не делают. И мое мнение, что когда началась сначала пандемия, вспоминаем, первые 40 дней никто ничего не покупал. Одну, собственно говоря, спецоперация, потом мобилизация. Но, в общем, у нас жизнь меняется теперь очень часто, это не радует. Мы какое-то время привыкаем к тому, что вот она, собственно говоря, новая реальность. Дальше оглядываемся вокруг, видим, что пенсионные системы снова же никто не выстроил. Черт подери, как-то до этого руки не доходят, другими занимаются вопросами. Инвестиции в фондовый рынок что-то как-то летят вниз, и тоже как-то все это не как. И люди, поглядываясь вниз, все равно думают о своем будущем, о том, что пассивный доход надо бы как-то все равно генерить. И начинают снова задумываться об инвестициях в недвижимости, купить пенсионную однушку где-нибудь, или же сравнивают доходность с апартаментами, или же вот с отелем. И начинают, соответственно, думать все-таки. И дает возможность, как следствие, с моей точки зрения, мозгу вернуться к нормальной жизни. Поэтому, да, на сегодняшний день все очень непросто. Давайте возвращаться к жизни. Вращались мы, собственно говоря, с очередной раз у нас покойничек. Это мобилизация, другого слова не назовешь ситуацию, которую устроили нам власти. Но, ну, надо жить. Надо жить и двигаться. Кстати, еще одно наблюдение. После 23 февраля начала спецоперации у нас в Петербурге из Виенда некоторое количество людей выехало, в Дубай заехало. Через три месяца, мы заметили, где-то в июне из Дубая, где-то половина, даже больше, в Россию обратно вернулось. Переезд – дело непростое. Поэтому, ну, дай бог, чтобы у нас больше мобилизации не было. И все-таки это побыстрее все закончилось. Ну, извините, а в насущном? Потому что, мне кажется, вот говорить о чем-то и не упомянув о том, что у нас вот эти все геморрои, проблемы и страшные вещи, ну, вроде бы как неправильно. Надо как-то увязать то, чего я сейчас буду говорить, с тем, что у нас в реальной жизни происходит. Поддерживаете? Потому что как-то, если понимаешь, что, ну, вот попрощался с предыдущей жизнью, как с близким человеком, может, вот 40 дней прошло, и психологически стало попроще, но как-то вот я, когда это осознал, я даже немножко выдохнул. Может, как полегче стало. Выпить пересталось хотеться. Ну, вот правда. Окей. Коллеги, у меня презентация. Давайте ее, может быть, откроем тогда, и по ней пройдемся, чтобы немножко не только на мою бородатую 52-летнюю очкастую личико посмотреть, но еще и слайды увидеть. Александр, Кирилл, запустите презентацию. Александр Олегович, сейчас, секунду. Давайте. Вы демонстрацию сможете запустить, чтобы проще было? О-о-о-о, товарищи, вы меня не предупреждали. Ну, нет, нет, не смогу. Все, запускаем, запускаем. Да, тогда запускаем. Вы говорите просто, когда перелистывать. Хорошо. Коллеги, напомню, что я как-то вот немножко давно, правда, в 91-м году, но тоже начинал как агент по недвижимости. В 92-м открыл Бекар. Первые 8 сделок в Бекаре тоже сам совершал. Поэтому трудный рельсовский хлеб до сих пор помню. Вот, на самом деле, с любовью вспоминаю начало своей карьеры. Окей, демонстрация экрана. Прекрасно. Инвестиция в будущее. Обращаю внимание, что на сегодняшний день, когда мы с вами покупаем метры квадратные, да, можно, следующий слайд, я не против. Мы смотрим стоимость метра квадратного. А не только отельный рынок трансформируется, аренда жилья в том числе трансформируется. Трансформируется не в первый раз. Я в коммуналке жил, помню, в 13-комнатной на 35 человек до 15 лет в Санкт-Петербурге. И, слава богу, в времена перестройки мы трансформировались, когда все-таки отдельные квартиры в большинстве своем получили. Давайте еще раз. Метр квадратный, мы смотрим, сколько стоит. Чаще всего мы смотрим, сколько он стоит в бетоне, без отделки, без мобилировки. Окей, инвестор стал умный, вы ему подсказали, надо посмотреть, сколько будет стоить отдел, мобилировать. Но дальше мы смотрим, а куда выгоднее инвестировать. И очень часто смотрится доход от квартиры, а не от метра квадратного. Это вот те, кто брокеры на офисной недвижимости смотрят метры квадратные, а на жилье-то мы не смотрим, сколько метр квадратный приносит. А обратите внимание, что на самом деле это крайне важно, потому что сравниваем мы, получается, круглое с желтым. Сколько стоит метр квадратный, крайне важная история. Но дальше надо смотреть, сколько приносит этот метр квадратный. Потому что в 2008 году появился очень необычный отель, Citizen M, правый верхний угол. Запишите его, залезьте в интернет, посмотрите его сайт, они офигенные. Citizen M – это affordable luxury. Они себя позиционируют, как пять звезд. Мощно рванули по всему миру, построились в центре Берлинов, Парижев, Лондонов, Нью-Йорков и так далее. Это уже такая крупненькая сеточка стала. И взорвали гостиничный рынок. Потому что эти пять звезд сделали номер площадью 10,5 метров. На гостиничных конференциях крутили по пальцам у виска и говорили, весьма сошли. Пять звезд отель, 10,5 метров. Они говорили, да. У них все управление идет или же с телефона, или с айпедом. Кондиционер, открывание шторок. Вот все, что вы Digital сейчас увидите у нас в отеле. В целом, вот Citizen M в 2008 году применил. И, собственно говоря, Digital отель. Тогда еще замков не было цифровых. Теперь у нас еще и замки цифровые. Мы теперь и регистрацию проходим, и номер открываем с телефона. Мы первый Digital отель в России. Но вот Citizen M такую штуку сделал в 2008 году. И все кричали, что кто к вам поедет в 10,5 метров. А у них все было сделано, как прям... И делают они, продолжают. Как на яхте. Очень все продумано. Очень компактно и очень уютно. У нас номера побольше. 15, 17, 19 метров. Посмотрите. Но все-таки не 25-30, как на нашем первом объекте, который мы делали в 2014 году. Традиционный отель. Ну, или как делают наши конкуренты. Потому что, посчитав доходность метра квадратного, оказывается, что Citizen M дает доходность многое выше, чем традиционный отель. Правда, у них, да, такой мощный, интересный, веселый дизайн. Площади для коллаборации. Кавокинг, барчик, ресторан, общение. Вот это все запустил Citizen M. Его какое-то время мировые лидеры ругали. А потом все запустили свои бренды. Площадью, ну, не 10, половиной, как у Citizen M. Ну, здесь он до сих пор, ну, почти что лидер. Там есть несколько еще. Но в основном эта площадь от Мокси – это от Мариотта. 12,5 метров. В Нью-Йорке сам лично жил. В Европе они на 12,5 иногда там 14-15 делают. Аккор запустил Джоин Джо. Запустили такие проекты и Хилтон, и Интерконсиденталь. То есть международный рынок туда двинулся. Потому что доходность от таких отелей выше. И главное, вот еще, собственно говоря, большие площади для взаимодействия. Запад от нас ушел, к сожалению, все эти международные сетки, так и не открыв у нас в России, сволочи, ни одного такого отеля. Для того, чтобы посмотреть эти отели, надо ехать или на восток, Шанхай, Гонконг, Дубай, Сингапур. Или же в Европу, Америку. В Европе, Америке таких отелей много больше. Итак, в рынок стал, во-первых, диджитал, управление номером и всем с телефончика. А во-вторых, он стал шериться. У нас вообще шеринг экономика теперь, это новое слово. И шеринг экономика привела к тому, что площадь номера уменьшается, а пространства общественные увеличиваются. И это приносит инвестору больше бабла на метр квадратный. Не с юнитом. Номер сдается даже чуть дешевле, чем конкурирующие. А вот метр квадратный бьет все рекорды. Дальше. Следующий слайд. Окей. 30 лет похвастались. 8 лет. Ну да. Если кто-то скажет, что Бекар не умеет строить классические отели, ребят, заезжайте на московский 73, первую нашу вертикаль. Очень традиционно. Номера от, по-моему, там 23 метров, в основном 25. Но сделали мы, собственно говоря, и двухкомнатные номера по 60 метров. И четко увидели. Если смотреть доходность с номера, то 60 метров, ну да, приносит побольше. А если смотреть доходность с метра, 60 метров существенно меньше приносит, чем обычный номер, там, 23 метра. Можете приводить своим покупателям такой пример. Вот просто возьмите и посчитайте. В одном доме покупаете трешку или три студии. По цене метра примерно одно и то же. Получается, трехкомнатную квартиру или три студии. Цена затраченная одна и та же на покупку. А доход от трех студий в два раза, в два раза, в два раза выше, чем от трешки. Люди это не понимают. Я сколько сталкивался, многие говорят, ну трешка хорошая история, что там вот тремя студиями мается, один раз сдал и все. Так трешки еще и сейчас. Народ-то у нас, к сожалению, беднеет. Ну вот дай бог, чтобы мы все-таки начали богатеть. Но пока спецоперация нас все беднее делает. Так с трешек в первую очередь уехали. И проблема в том, что на сегодняшний день падение цен на лакшери или крупногаваритные квартиры составило больше, чем на маленькие. Поэтому более надежная инвестиция, просто если говорить о доходности именно, это именно, собственно говоря, в студии. Ну или же почему мы делаем, я все же к этому веду, я же себя рекламирую, понятно. Свой продукт, короче, пойдете смотреть. Я красиво подможу к этому. Мы не просто так с дуру начали делать 15-17 метров. Ребят, делать 30 метров мне проще. Денег на библировку меньше. Стоимость на то, чтобы сделать санузел, он для 30 метров один и для 17 метров один. Санузел – дорогое удовольствие. Ребят, реально дорогое. Ну, просто калькуляции можете посмотреть, посчитать, когда ремонт у себя там делаете. Ну, как следствие, я это делал для того, чтобы увеличить доходность для инвестора с метра квадратного. И вот мы в 2014 году сделали контактный отель «Вертикаль». Виэндай открыли в 2020 году. Дальше в Москве открыли, в Дубае открыли. Ну и вот сейчас вы на четыре звезды. Рамада, Виэндай, милости просим. Смотрите, анализируйте. Следующий слайд. Вот это слово «дефицит». Я его очень люблю, потому что на нем можно заработать. И, используя это слово, можно инвестору продать что-то. Что-то, на чем можно, собственно говоря, заработать, сделать сделочку. На сегодняшний день дефицитным стали именно малые форматы. То, что, соответственно, можно арендовать. А еще дефицитами стали то, что предназначено для новых поколений. Знаете, помните, это «Новые русские». А я сейчас называю «Новые диджитал». Потому что под «Новыми русскими» поднимались богатые люди. А «Новые диджитал» – это фактически новые богатые. Потому что ребята, которые работают в диджитал, блогер он, или IT-специалист, или маркетолог в диджитал, зарабатывают больше, чем банкир. Банкир теперь, ну, господи, босяк, бедняк по сравнению с диджитал-то. И диджитал – это те люди, для которых мы сейчас делаем продукт. Обратите внимание, как в центре города из богатых элитных ресторанов фактически никто не остался. Все переделается под барчики. Такого брутального, интересного дизайна. Бетон, металл, деревяшка. Посмотрите вокруг. Наверное, что вам напоминает. Рестораты очень, ребята, шустрые и более шустрые, чем от отельщики. Потому что отель строить-то надо года 3-4. А ресторан арендовал быстренько, соответственно, присособил. Так вот, на сегодняшний день, конечно же, больше денег приносят ребята, которые в диджитал. Молодые, 20-40 лет. Портрет в России не изучался, но в мире это 32 года. Это заработок 85 тысяч баксов в год. И они путешествуют. В России тоже они есть. Слава тебе, Господи. В Петербурге у нас 500 тысяч студентов, в Москве 800. И когда они заканчивают свои вузы, они в основном в Москве и Петербурге остаются, если только вот как сейчас не часть мальчиков не уехала. Но те, кто аспиранты, остались. Поэтому то, что на сегодняшний день требуется молодым, они еще один маленький, но важный аспект. Теперь, в отличие от меня, идиота, я-то в 21 год у меня уже дочка была. Ну, любой современный молодой человек или девушка скажет. Ну, в 21 я занимаюсь саморазвитием. Я себя развиваю. Где-нибудь так до 30. А то и до 35. Поэтому чаще всего они не замужем, не женаты. И для них нужно в два раза больше юнитов, чем, собственно говоря, ну, то есть маленьких, небольших квартир. Потому что они живут не семьями. Они живут в отдельности, встречаются, но жить хотят все-таки каждый у себя. И с родителями жить не желают. Поэтому для них, собственно говоря, этот продукт мы тоже, вот мы Digital Village создавали. И, собственно говоря, я объяснил, что касается метра квадратного, почему он приносит больше денежек. Вы сейчас в корпусе 1, корпус 2 вы видите, он выстроен, и это будет каливинг. Каливинг – это проживание не в течение недели, а в течение недель, а чаще месяцов. Долгосрочное проживание. И с этим связаны некоторые аспекты увеличения объема помещений, там внутри номера для хранения одежды и всего остального, помещение каливинга, кавокинга, господи, кавокинга будет много больше на втором корпусе. Но в целом по цене в готовом здании, которое вы сейчас вот видите, мы 43 тысячи рублей за метр предлагаем гарантии. Во втором корпусе там цена существенно приятнее, симпатичнее. На росте цен можно получить радость. Пошли дальше. Почему для нового поколения? Почему только для них? Почему не для всех? Когда рынок становится высококонкурентным, товарищи, на нем можно зарабатывать, если ты работаешь только для специализированной узкой группы населения. Когда рынок малоконкурентный, можно работать для всех. Поэтому, ну вот мы сделали так, чтобы у нас была заполняемость более высокая и специализирована на молодежь, чтобы именно к нам они приезжали жить, заниматься пилатесом, йогой и общаться, взаимодействовать. Обратите внимание, что вот этот формат гибридных отелей, когда ты живешь в номере с кухонкой, у тебя кавокинг внизу, формат каливингов, он в пандемию по всему миру показал очень хорошие результаты. Когда на улице хреново, тяжело, когда ты открываешь новости, читаешь их, и тебе становится страшно. Мы ведь все с вами сейчас приезжаем в гости, стараемся друг к другу, встречаемся на кухнях. Ну, кто-то в ресторанчиках, но чаще на кухнях, мне кажется. Общаемся, и становится чуть проще, лучше. Ну, вот я чувствую поддержку, когда я общаюсь. То же самое у ребят, которые живут. Если они живут в однушке в соседних домах, то спуститься вниз, ну, куда? Ну, где-то надо созвониться, договориться, куда-то пойти. Тут ты спускаешься, и сразу же попадаешь в свое же племя, тут же тебе хлопают по плечу, и тебе становится легче. Поэтому во времена ковида вот такие проекты по всему миру стали еще более популярными. Потому что, ну, то же самое поддержка, то же самое решение вопросов одиночества. Так получилось, что мы работаем просто не только в России, с 2010 года в Америке, в Южных Штатах, вот в Дубае с 2016 года. Я сейчас привет вам из Лондона. Здесь у меня дети учатся. Ну, слава богу, на рейлсовских услугах, немножко заработал, и вот, ну, вот, чуть-чуть переехал. Ну, зато я могу тащить самое лучшее в Россию и докладывать вам, рассказывать, чего мы тут создали. И, притом, я ничего этого не придумал. Ребят, все, что вы видите вокруг, это подсмотрено у лучших отельных и коленинговых компаний по Лондону, Нью-Йорку, Парижу, Берлину, ну, и вот там Дубай, Гонконг, туда. То есть, вот, это мы не придумываем. Мы подсматриваем и тащим лучшее. Зачем бы попридумывать, если бы ваши, пускай ошибаются другие. А мы берем то, что уже проверено. Следующий слайд. Digital Nomad захватывает мир. Коллеги, в этом году сделали статистику не так давно. 35 миллионов людей путешествуют по миру и работают. То есть, они пожили несколько недель в одном городе, переехали в другой город. Среднее количество стран, посещаемые за год, две. Ну, понятно, что в Евросоюзе границ-то вообще нет, это легко. На сегодняшний момент вот написано, что в США выросло за, получается, три года до 11 миллионов. Ребята, это во время пандемии. В три раза. Это очень быстро растущая такая вот среда. Люди, которые обзавелись детьми, Digital Nomad'ами стать не могут. Я не могу ребенка таскать из-за одного города в другой в разные школы. Ну, это бред. Мне же ребенка-то, ну, надо, чтобы он нормально обучался. Поэтому Digital Nomad' — это, да, без детей. Еще раз повторюсь, 80% не имеет жены или мужа постоянных на связи. Работает в облаке, фактически живет в двух мирах. Общается в облаке офигенно. Но даже подойти к рецепшену уже не хочет. Привычки нет. Хочет заказать все через телефон. Чего вам сегодня снова буду демонстрировать. И в России таких становится все тоже больше и больше. Я сколько своих сыновей? Одному 25, другому 28, дочери уже 31. Я говорю, ребята, на кой счет к зубному вы записываетесь через посылку сообщений, через электронную там почту? Ну, позвоните, вы проще же. Папа, ну как нужно-то что? Я знаю, может быть, у вас другие дети, но мне кажется, те же самые. Вот на сегодняшний день позвонить по телефону без предупреждения предварительного созвона у молодежи – это неприлично. О, вот ты бы мне позвонил, не сказав заранее, что позвонишь. Ну, позвонил. Мы это не изменим. В отельной индустрии происходят большие изменения, потому что потребитель другой. Потому что этот digital nomin – 35 миллионов человек – стал путешествовать. И возник такой тренд. Просто вот берете, можно сказать, тренды гостиничного… Hotels-тренды, hotel-индустри-тренды. Но, извините, надо на английском, потому что то, что пишут в России по трендам отельные, ребят, к нам вот эти международные бренды ничего нового не притащили, они уже, к сожалению, ушли. И мы продолжаем отставать. Смотреть наши российские отели – это все равно, что прилететь на Кубу и смотреть, собственно говоря, американские машины. Улыбку вызывает очень мило 50-х годов. У нас, к сожалению, новых форматов их фактически нет. Поэтому вот то, что на сегодняшний день надо смотреть, это берем, забиваем в переводчик, hotel-индустри-трендс, дальше, соответственно, получаем на английском, снова в переводчик, и тогда можно, соответственно, понять, чего в мире происходит. Вот это гибридные отели – это вот тренд. Увеличение срока проживания – тренд. Долгосрочное проживание – тренд. Люди все останавливаются не на 3-4 дня, а на недели – тренд. Вот то, что на сегодняшний день мы сделали, это просто те тренды, которые есть в мире, и у нас молодежь не отличается. Эти тренды и китайские, и американские, и европейские, и африканские, и российские, ребят. У нас те же самые digital nomads. Да, к нам, к сожалению, не приезжают из России, когда только откроются границы, мы всем инвесторам говорим, в два раза увеличится доходность. Ну, потому что, я помню, 2014 год, мы взяли Крым, но народ к нам ехал очень активно, потому что Петербург – прекрасный город, здорово, и к нам ехали с большим удовольствием. Поэтому, дай бог, все-таки откроются границы, и тут же тогда скакнет очень существенно доходность. Да, русский турист на сегодняшний день победнее, чем европейский. Китайцы на пандемию до сих пор не летят. Ну, вот на средние сроки все равно мы приносим больше, чем однокомнатные квартиры или апарт-отели, которые имеют площадь юнита 25-30 метров в расчете на метр квадратной инвестиции. Следующий слайд. Поэтому, для них, собственно говоря, родных. Да, на политику, пока мобилизацию не объявили, они точно забивали им все, это было неинтересно. Только сейчас начали интересоваться, когда мобилизацию объявили. Фокус на развитие, поэтому хотят, не хотят убирать у себя в комнате. Как я говорю, вчера у наших гостей комнату убирала мама, а сегодня мы за них убираем комнату. Но если оставить их наедине с самим собой, они зарастают. Вот, ну, вот, зарастают. Ну, если вы... У вас, если есть дети уже там 20 с небольшим лет, и вы, если вы их комнату оставите на несколько недель без уборки, ну, не будете требовать от них ничего этого. Ну, посмотрите, что из этого превращается. Поэтому, когда мы делаем уборку, сейчас, как я говорю, что уменьшили даже до... Мы количество уборок, конечно, делали ежемесячно. Сейчас, чтобы понизить арендную ставку, люди стали более бедны. Мы на Виэндай, на Самсоневском, сейчас уменьшили количество уборок до одной в месяц. Но все-таки раз в месяц надо убирать, иначе очень быстро приходит мебель в негодность. Ну, вот, в реальном. Поэтому, когда сдаете квартиру, еще учитывайте износ мебели. Кстати, заедьте, посмотрите на наш московский 73. За 8 лет он не убит. Он в хорошем состоянии. Это демонстрирует то, что мы очень так внимательно смотрим за имуществом инвесторов. Следующий слайд. Сервис им нужен. В диджиталном мире они работают, реализуются. А в реальном мире у нас и у единственных в городе есть комьюнити-менеджер, который помогает людям между собой общаться. Удивитесь. У нас, когда приезжает человек, заезжает в номер, заполняет анкетку, желаете ли вы общаться, пишут более 90% народу. Общаться желаем. Можете ли вы и готовы сами знакомиться? Больше 70% ответ нет, что вы. Ну, как можно самому подойти, с кем-то познакомиться? Это же тоже как-то нехорошо. Поэтому комьюнити-менеджер игру вечером организовывает в мафию, совместный просмотр фильмов, занятия пилатесом, йогой друг друга они занимаются. В общем, это то, что на сегодняшний день дает возможность им удержать хороший уровень заполняемости номеров, чтобы они заезжали к нам, а не к конкурентам или не жили в соседней однушке, в которой была площадь и больше. Следующий слайд. Ну, вот будет, собственно говоря, 4 тысячи здесь резидентов. Мы думаем, что у нас к нам будет весь юг города съезжаться, потому что 10 тысяч метров площадей – это реально такой микрорайонный торговый центр. Основная часть торговых, развлекательных площадей будет в третьем, четвертом, пятом корпусах. Но площади того же Кавокинга на втором корпусе более полутора тысяч метров. Здесь у нас сейчас открывается на 400. И будут мощные эти самые эвенты. Я почему все это рассказываю? Потому что это дает бабло. Это дает бабло тому инвестору, кто сюда поинвестирует, потому что это дает заполняемость даже в тяжелые времена. А чем будут лучше времена, тем у людей будет больше денежек, тем они больше будут хотеть тот самый сервис. Потому что на сегодняшний день, чем больше денежек люди зарабатывают в мире, мы же тоже западные бренды смотрим, тем меньше они хотят у себя убирать в комнате, и еженедельно хотят, чтобы была уборочка. А вызвать уборщицу в Петербурге 2500 рублей. А как вы понимаете, если мы берем уборщицу, и она убирает целый этаж, то сильно дает вам возможность гостю сэкономить. Дальше. Это тоже все для деньгам. Мы проговорили микроливинг, то, что уменьшается площадь номеров, мировой тренд. При этом красивая упаковка. Мало кого из нас, людей старого поколения, интересует экология, а молодежь за это бьется. Им это вбивают, особенно на Западе. Что экология, это крайне важно. И уменьшая площадь своего проживания, они позитивно воздействуют на окружающий мир. О, о как. Шеринг пространств. Да, они, собственно говоря, шеят эти самые пространства. Жилье как сервис, диджитализация. Это все мы уже говорили. Побежали дальше. Мы движемся к концу. Я писал, наверное, основные истории про Кайдзен, то, что у нас дата-центр Миран, который там четвертый на северо-западе, 15-й в России, то, что мы там сделали высокоскоростной интернет, Яндекс, Алису, цифровую. Вы сейчас все это увидите, чего рассказывать. И вот, обратите внимание, 216 миллиардов долларов потратили в прошлом году на роботизацию. Роботизацию даже мы еще не делаем в Бекаре. В России на роботизацию ничего не потратили. Просто, чтобы вы понимали, 216 в отелях миллиардов долларов потратили, потому что на сегодняшний день вас встречают роботы на рецепшене, вас вам давно вносят в номера, роботы поднимают на лифтах, собственно говоря, еду заказанную, напитки и так далее, и так далее, и так далее. Это мощнейший тренд. Поэтому, когда говорят, что что-то тут диджитал сделали, диджитал, который мы сделали, да, мы первые в России. Но в мире это must be. Первые вот лучшие отели, которые сейчас есть в мире, это они роботизацию мощную делают. Поэтому то, что у нас сделано для нас диджитал, завтра будет везде, и без этого, ну, вот гостя будет западок тяжело притащить. Еще раз, он не хочет звонить по телефону, он не хочет подходить к рецепшену, он считает это old school. Поэтому, как только вернется западный турист, это мощнейшее конкурентное преимущество. Да и для сейчас, для молодых ребят приехать к нам намного приятнее, чем, собственно говоря, в старый формат отель. Для них мы держим все это. Дальше. Ну, вот тут самый номер с левой стороны, корт-ярд от Мариотта. Он 26 метров. И Мокси, 14 метров. В два раза разница. Нью-Йорк. В Моксе я жил сам. 48-я улица. Пару кварталов от центра парка. Рядышком на 50-й находится корт-ярд. Смотрите, цены можете залезать. На сегодняшний момент и Мокси в 14 метров, и Мариотт в 26 стоят примерно одних денег. Иногда Мокси дороже, иногда Мариотт. Чего у Мокси есть? Большие площади для коллаборации. Но на метр квадратный, разумеется, Мокси приносит бабла, денег намного больше. Как следствие сокращения вот этих самых площадей и создания шейн-пространств, это не мы придумали, но вот, собственно говоря, один из примеров, который можно залезть и проверить. Просто посмотрев цены сейчас в Нью-Йорке на Мокси и на Корт-Ярд, они там соседи. Одна и та же компания, просто Корт-Ярд создан в начале этого тысячелетия, лет 20 назад, а Мокси, вот перед пандемией, я там был в 2019 году. Поэтому смотрим доходность на метр. Наверное, на этом все. Последний слайд. Вопросы от вас? Коллеги, есть ли вопросы? Задавать нужно в микрофон, чтобы Александр Олегович нас услышал. Сам себе первый вопрос задам. Говорят, ну, слушайте, на чего инвестировать в недвижимость? На сегодняшний день все уезжают из Петербурга, из Москвы. Инвестировать в недвижимость лучше, чем закапывать деньги под яблоней. Их сожирает инфляция. Можно, конечно, еще купить золотишко. Золото, ну, на самом деле, сейчас вроде бы дорожает. Но золото не генерит дохода. И доходность золота много хуже, чем недвижимости. Петербург испытывал и не такие трагические моменты в своей истории. Я петербургцев в третьем поколении у меня все дедушки и бабушки, так называемый сельский набор в 30-е годы в Петербург переехали из деревень, потому что в Петербурге до революции было 2,5 миллиона человек, а после революции осталось 700. У меня все дедушки и бабушки пережили блокаду. Очень тяжелый период. До блокады в Петербурге 3,5 миллиона человек после блокады 500 тысяч человек в 7 раз. Но город имеет невероятные такие вот мощные культурные корни, мощную образовательную систему, 500 тысяч студентов. Это мощно. К нам едут, к нам учатся, Петербург продолжит развиваться. Поэтому в данный момент можно сказать следующее. Переживем и это, слава богу, были худшие времена и недвижимость в Петербурге будет дорожать. Мы в этом отношении уверены. Ну, вот долгосрочно 100%. Коллеги, давайте, может быть, еще вопросы. Нету. Есть вопрос, Александр Олегович? Есть. Давайте. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, общая заполняемость по количеству номеров, когда комплекс будет сдан сколько? Ну, то есть, сколько человек единовременно могут проживать во всем комплексе? Если я правильно помню, Александр, подсказывайте, у нас 460 номеров? 449 в первом корпусе. 469 в первом корпусе. 469 в первом корпусе. Окей, на 9 номеров ошибся. Не 460, это 469. Теоретически можно в каждом номере жить по два человека, но практически то, что мы видим из статистики уже того, что есть на Виэндай, вдвоем будут проживать процентов 20-30, и это общая статистика. Поэтому в целом одновременно в этом корпусе будет порядка 700-800 человек. Тем более, что заполняемость все равно нужно понимать, дай бог, чтобы она была 80-90%, но в данный момент если у нас 80% получается, мы рады. Времена непростые. Еще вопросы? Да, Александр, добрый. Да, пожалуйста. Окей, супер. Какую окупаемость вы обещаете своим инвесторам? По-первыхому Виэндай, когда еще не было пандемии, мы обещали, что будет 10, 12, 15 процентов. Да и по первому отелю на самом деле у нас до 17 процентов доходила доходность с номера. Но случилась пандемия, это неприятность. Доходности у всех упали. Мы на сегодняшний день говорим, товарищи, давайте ориентироваться где-то процентов на 7, 8, 9. У нас сейчас 43 тысячи рублей получается доходность. Александр, какая? Около 8,9 процентов годовых. 8,9 годовых. И это доходность только рентная. Что будет с ценами на недвижимость? Если даже они сейчас остановятся во время спецоперации или чуток припадут, но это та же самая ситуация, которая была уже неоднократна. Дальше они резко скакнут. В целом все равно будет рост цен на недвижимость в Питере выше, чем инфляция. Поэтому 5, 7, 10 процентов годовых дополнительно инвестиционной доходности спокойно можно прибавлять. Надо это когда инвестор делает покупку и сравнивается вложиться ему на банковский депозит или в недвижимость, говорить о том, что все пишут о фондовых рынках, о депозитах, что в недвижимости доходность, в однушке 4-5 процентов. 4-5 процентов рентная доходность. Это все равно, что покупать например акции Газпрома и говорить, что у них доходность это только тот дивиденд, который они выплачивают. Дивиденды это только маленькая часть, того, что ты получаешь от инвестиций в недвижимость. Рентная доходность лишь часть кусочек. Основное это увеличение цены. Снова же смотрим длинные промежутки времени. Есть график, если захотите обратитесь к коллегам, можно будет клиентам потом показывать и увеличение цены на недвижимость на длительное промежуток времени и в Москве, и в Санкт-Петербурге, например, там по Нью-Йорку, Лондону мы за 100 лет взяли цены. В Нью-Йорке порядка там в 104 раза увеличилась цена недвижимости. И при этом еще надо напомнить, что инфляция она сожирает деньги очень мощно. То, что можно было купить на 1 доллар 100 лет назад, сейчас можно купить только на 20 где-нибудь 6-27 долларов. Но недвижимость и от инфляции защитила. Услышите просто рост цены в 100 раз. То есть в 4 раза быстрее, чем инфляция недвижимость дорожала в Нью-Йорке. Поэтому, коллеги, вот это надо четко объяснять своему покупателю, когда он смотрит, депозит ли положить или в недвижимость через вас купить, что кроме рентной доходности еще есть вот эта инвестиционная и она всегда на проценте 2 выше, чем инфляция. Если инфляция сейчас 15% России, то пускай не в этом году, но значит в следующем или через год она эту инфляцию догонит и перегонит. Поэтому, когда говорят ой, недвижимость упадет, ну вот когда перестанет быть инфляция с деньгами, когда начнет собственно говоря дефляция и станет стоимость жизни дешеветь, ну тогда и недвижимость упадет, не раньше. Александр, хотелось бы уточнить, будет ли у вас запущена программа гарантированный доход и если да, то какой там будет процент доходности? По второму корпусу мы не планируем делать гарантированную доходность, по первому корпусу мы ее запустили, еще раз повторюсь, 43 тысячи рублей, при том мы заключаем договор о аренде нерасторжимый, пускай юрист внимательно смотрит на три года и как следствие это не просто там гарантия, это управляющая компания берет в аренду, если управляющая не платит вам деньги, ну значит в суд не только деньги получатся, но и штрафные санкции за то, что вовремя не заплатила вам управляющая компания, поэтому мы не просто гарантию делаем, мы берем в аренду собственника эти номера. Это тоже необычно для нашего любимого города, фактически мы единственное сейчас такую историю делаем. Здравствуйте, Александр. Александр, подскажите, пожалуйста, по поводу ремонта и наполнения номеров, на сколько лет вы планируете такое наполнение без ремонта? 8-10 лет, обращаю внимание, что то, что у нас сделан бетон, металл, деревяшка, по деревяшке посмотрите, она не икеевская, она реально из основных моих материалов, на двери посмотрите, обратите внимание, то есть у нас сделано так, что лет 10 оно должно продержаться, но чайники 10 лет не проживут. Вам придется, я через какое-то время чайник, разумеется, заменять. Вилки, ложки, если кто-то стащил, окей, с гостя списываем, но в целом тоже по потере бывают. Белье, оно не проживает больше, чем там 2-3 года, поэтому если говорить о том, что у нас все очень застойкое с точки зрения дорогих элементов, да, об этом озадачились, прям сделали на совесть, но есть вещи, которые все равно придется заменять в течение, собственно говоря, эксплуатации объектом. Александр Олегович, добрый день. Скажите, пожалуйста, по соотношению с собственником управляющей компании, какой доход в год будет получать? Какое соотношение доходности собственника и управляющей компании? Коллеги, я, когда запустил V&I и там 150 номеров, надеялся, что вот в этот момент третий отель у меня уже на управляющей компании начнет генерить доход, но началась пандемия, до сих пор я от управляшки дохода пока не получаю. Я очень верю, что все-таки она начнет зарабатывать, но как любой бизнес, с него сначала инвестируешь. Поэтому, если вы спрашиваете о доходах управляющей, в общем, если девелопер какой-то начинает создавать свою управляшку, я ему говорю, ну вот если ты собираешься больше там трех-четырех отелей делать, даже пяти, ну, имеет смысл. Теперь, если говорить о, может быть, по-другому вопрос задали, вы спрашиваете, может быть, о том, сколько будет чек за какую сумму сдается в аренду, а сколько, соответственно, получает на руки собственник? Может быть, этот вопрос был? Нет, нет, вопрос не в этом. Смотрите, доход, допустим, чисто теоретически, в год, например, миллион, да, зарабатывает на аренде, ну, на сдаче апартаментов. Управляющая компания забирает, допустим, 20%, а собственник апарт-отеля зарабатывает 80%. Какое соотношение процентов, получается, управляющая компания берет на себя и сколько она передает собственникам апартам? Ну, можно с расходами, можно без, в принципе, не имеет значения. Если вы спрашиваете себестоимость при краткосрочной аренде, то обычно это около 50% стоит. уборка номеров, стоит все эти букинги, хотя они ушли, но остались там броневики, островки, и они все равно берут нехорошие 20%. Или же затраты, если мы, собственно говоря, делаем все равно на рекламу от рецепшен продажи, все равно есть затраты на рекламу, услуги по, собственно говоря, самого рецепшена, в общем, отель 4 звезды, если у него 50% затраты, это хороший результат. Если делать, многие говорят, ой, мы сделаем сами. Ребят, у нас уборщицы работают на этажах, и вот это 50% получается. Если вы берете со стороны, 2500 рублей будет вам стоить уборщица, минимум, вы найдете какую-то самую заскорузлу, которая уберет вам номер перед заселением. Приехать, если вы управляете квартирами, кухоз такая есть услуга, то там подвоз ключей, если их нужно подвезти, там тоже стоит где-то порядка 1400. Многие закрывают их в маленькие такие сейфики при дверях, но все равно периодически надо посещать. В общем, коллеги, те, кто делает кохост услуги и занимается раньше на Airbnb как косрочным размещением, сейчас мы в основном все-таки в средний срок, долгосрок перешли, знают, что себестоимость этой радости более 50%, а в отеле, ну вот, если 50% удается сделать, то это хорошо. Если средний срок, то там другие уже цены, там намного все дешевле и долгосрок. Там уже ты в гости размещаешь 20, не 20% платишь, а полмесячной арендной платы заплатить агенту-брокеру, а он заехал на много месяцев. Ты уборки делаешь не ежедневно, даже не еженедельно, а можно сейчас раз там в месяц. и там затраты существенно ниже. Я ответил на вопрос? Да. Спасибо. Александр, добрый день. Вопрос такой, почему локация именно Орджоникидзе 44? Какие факторы повлияли на выбор этой локации? Ведь если мы говорим про целевую аудиторию молодые диджиталы-кочевники, кроме колливингов, кроме коллабораций, они хотят еще и погулять, а вокруг все-таки унылый такой спальничек, и что будет привлекать их, кроме естественно позиции самого отеля, самого места притяжения? Что вокруг привлекать должно будущую целевую аудиторию? Спасибо. Окей. Выбирали московский район в свое время, потому что близко к выставочному комплексу и аэропорту. Выставки продолжают работать, хотя и на внутреннюю аудиторию, но турист идет очень хорошо. Московский 73 по доходности нам очень понравился, а во время вне петербургского экономического форума просто зашкаливает, хотя находится существенно дальше, чем от джинькидзе от выставочного комплекса, но заполняемость выше 100%, и ценник просто невероятный. Поэтому выставки это то, что, соответственно, мы видим, будет нам поднимать именно краткосрочную аренду. Дай бог вернется зарубежный турист будет еще лучше. с точки зрения среднесрочного долгосрочного проживания 15 минут пешком до метро, ну и едешь, соответственно, в центр. Смотрели цены на аренду квартир однокомнатных вокруг и насколько они заполнены, статистика у нас порадовала. Поэтому решили, что от джинькидзе с точки зрения краткосрока очень так будем хорошо конкурировать с гостиницей Полковская. У них все хорошо с точки зрения в этом вопросе. Мы сейчас ведем переговоры в том числе с авиакомпаниями, чтобы они частично у нас размещали людей в нашей Ромаде 4 звезды. А что к точки зрения среднесрока? Цифры по аренде вокруг. Мы же фактически на среднесроке и долгосроке конкурируем с однушками, у которых там площадь 30, 40, иногда и больше 45 метров и заехать к нам более симпатично с точки зрения того, что ты получаешь, как я всем рассказываю, как профессор Преображенский. У него спальня у тебя 17 метров, но ты спускаешься вниз, у тебя спортзал, у тебя помещение для того, чтобы посмотреть вместе киношку, чтобы выпить коктейльчик, пообщаться, поесть, то есть у тебя множество пространств, множество комнат. Профессор Преображенский в спальне спал, поэтому в номере положено спать. А так, если ты заезжаешь в однокомнатную квартиру, то у тебя профессором Преображенским стиль жизни не получается. А если возвращаться к локации, скажите, пожалуйста, что у нас будет вокруг ваших отелей, потому что там есть еще непонятные пятна по Гагарино, Парджиникидзе, что там ожидается? Коллеги, предлагаю, вот мне сейчас уже подсказывают, что эти вопросы можно... Давайте закажем, забросим собственно говоря, для вас отдельно телефончик дадите Александру, что у нас сейчас там соседи собираются делать. Для нас самое важное было, что Digital Village она будет притаскивать и подтягивать народ с окружающих районов. Мы видим, что это будет центр притяжения не только наши гости, но и другие просто специализированных молодежных торговых центров, торговых развлекательных центров развлекательных фактически в городе нет. специализированные другие есть, детей есть, а вот для молодежи нету, и мы видим, что это притянет сюда реально дополнительно людей, это будет центр протяжения. коллеги, мои директора очень просят, чтобы уже, соответственно, я вас освободил, потому что я в два раза больше с вами общаюсь, меня ругают за это. Спасибо вам большое, что к вам пришли, низкий поклон, я с вами прощаюсь, а дальше вам будут уже показывать мои коллеги. До свидания. Спасибо. Коллеги, пару слов вам расскажу про те фишки, которые в первую очередь нужно озвучивать клиентам, чем мы отличаемся от других. Это гарантированный доход 43 тысячи в месяц, кто не знает, по этому корпусу все номера более 16 метров, они практически все такие, мы гарантируем доходность, причем акт ввода мы получаем на днях, доходность мы уже с ноября начинаем выплачивать. То есть, если кто-то заключается сейчас, вот там с 19 ноября, грубо говоря, до конца месяца считаем, какая пропорция 43 выходит, и в декабре эти деньги уже выплачиваем вне зависимости от того, начала работать наша гостиница или нет. Вложенная сумма минимальная вот под эту программу 5 786. Это номер 17 метров с полной отделкой и оснащением. Сегодня на экскурсии сможем посмотреть такой формат. Да, из 43 вычитается только налог, то есть вся коммуналка остается за кадром, остается только налог в зависимости от того, ИПшниковый либо лицо. Да, нерасторгаемый договор, 43 у вас гарантия, то есть мы со своей стороны его расторгнуть никак не можем. На 3 года, да. Сумма не меняется, да, 43. Согласен, потому что на данный момент мы понимаем, что когда мы вводим новый отель, нам нужно нагнать сюда постояльцев, нужно заполнить все-таки практически 500 номеров и на первые там 2-3 года, пока мы раскачиваемся, пока у нас ситуация такая нестабильная, мы платим гарантию, 43, это заметно выше, чем платят все практически апарт-отели города, поэтому у нас это действительно самая лучшая цифра, а потом вы переходите на максимальный доход и начинаете получать уже от сдачи своего номера в аренду. Значит, еще что у нас есть интересного, опция обратного выкупа, это по второму корпусу, опять же, для клиентов, которые сомневаются, хотят они сдавать через управляющую, не хотят, но сумму входа хотят найти самую интересную, у нас сейчас по второму корпусу, который сдается через год, минимальная сумма 3 800, это номер с отделкой и с оснащением, вы можете оформить обратный выкуп в договоре, то есть через год вы принимаете решение, либо вы принимаете этот номер и начинаете его сдавать, либо проживать самостоятельно, во втором корпусе можно и жить самому, либо вы сдаете нам плюс 10% вложенным средством. И что у нас поменялось за последнее время по регламенту, это фиксация клиента на 30 дней. Раньше мы были более жесткими с агентами, и если клиент был зафиксирован когда-либо, либо что-либо покупал когда-то в Бекаре, он навечно был наш. Мы решили, что это не совсем конкурентно, поэтому сделали обоюдно одинаковые условия. И ваши клиенты фиксируются на 30 дней за вами, если они к нам звонят, мы их отправляем обратно, через 30 дней если позвонил, мы начинаем с ним работать. И за нашими менеджерами также клиент фиксируется на 30 дней, если они не доработали, вы можете его приводить и продавать. Можно продлевать, если вы понимаете, что цикл сделки длиннее, вы просто нам пишите какие-то комментарии, что продолжаем работу, и фиксация продлевается. Да, у нас есть Роман Кулага, прошу любить и жаловать, именно он взаимодействует с агентствами от нас, 5 дней в неделю он находится здесь, вы записываетесь на просмотры, на показы, он подхватывает, все считает, рассказывает, бронирует, то есть тут полная поддержка для вас, мы комиссию ни в коем случае не делим, если вам нужны какие-то просмотры в выходные, точно так же заранее Роману сбрасывайте данные, он либо сам подъезжает, либо договаривается с ребятами, чтобы им все показали, рассказали, опять же, главное вам зафиксировать клиента, предупредить, что он приедет, либо с вами, либо даже без вас, мы подхватим и доведем. Ну, здесь, как я понимаю, очень многие агенты от агрегаторов, то есть вы сдаете заявку на просмотр менеджеру, следовательно, агрегатора, с которым вы работаете, а он уже связывается с Романом. По первому корпусу мы заключаем договор сразу с управляющей компанией, потому что здесь мы абсолютно все номера берем в управление, все-таки это полноценная гостиница, здесь мы жить не разрешаем. По второму корпусу можно такой договор вообще не подписывать, либо проживать самостоятельно, либо сдавать самостоятельно, либо потом передать в управление, то есть и позже подписать этот договор. Ну что, если основных вопросов нет, запоминаем, самая лучшая в городе гарантия, обратный выкоп, фиксация и полная поддержка клиентов, и сейчас сформируем тогда группу примерно по 10 человек, вот рядом с той дверкой, и начинаем экскурсии по номерам. Открытие сейчас мы получаем лицензию на ведение гостиничной деятельности, в ближайшее время мы начнем заселять в долгосрок сюда уже, потому что до лицензии можно уже начинать, и примерно через месяц начнем краткосрочных туристов тоже принимать. Да, мы перед Новым годом очень надеемся, что успеем уже туристов сюда заселять. Игорь Негода